Чо-чо-чо. Нь-чо-чо-чо. 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 Молодцы. Нь-чу-чу-чу. Нь-чу-чу-чу. Гениально. Нь-чу-чу-чу. Нь-чу-чу-чу. Хорошо. А ты представляешь, что это у тебя не пистолет, а пулемет. Нь-чу-чу-чу. Нь-чу-чу-чу. Молодцы. Нь-чу-чу-чу. Нь-чу-чу-чу. А теперь подойдите ко мне. Подойдите ко мне к экрану. Сделаем поцелуйчики. Губки разомнем. Головой повертим, дети. Поцелуйчики и головой. Поцелуйчики и головой. Поцелуй. Улыбка. Кусяпа. Кусяпа такая. Кусяпа. Вот так. Кусяпа. Поцелуй, улыбка, прыжок. Дети. Кусяп. Кусяп. Хорошо. Молодцы. Дети. Утконосы. Утконосы. Покажите мне ваших утконосов. У кого самый большой утконос? У Сони или у Дары? Или у Ани с Бори? У кого самый большой утконос? Покажите вот так. У кого самый большой? У Сони огромный. У Дары огромные. У Ани очень большой. У Ани огромный. Утконосики целуются. Утконосики целуются. Целуются? Мой мой. Это у меня все донесло. Мой мой мой. Хорошо. Утконосики. Отдыхаем. Внимание. Я, а потом вы. Теперь мы сделаем звук Ч с буковкой Т. Я надеюсь, вы уже поняли, что сегодня шипящие, да? Я это сказала вообще. Да, да, да. Я тебе пятерку уже поставил. Да, это хорошо. Уберите. Не надо вместе со мной рисовать, ребят. Вместе со мной не надо. Ой-ой-ой. Вместе со мной не надо. Сегодня шипящие. Вот это какая буква? Ж. Ну, конечно, Ж. Вот она. Ж. А вот это? Ж. Ж. Это же шипящие. Ну, конечно. Это показалось. А вот это? Ч. Ч. Правильно. Ч. Ч. А вот это с хвостиком? Ч. Подожди, дядя Боря. С хвостиком? Ч. Ч. Ну, конечно, правильно. Давайте я, потом вы, еще раз сделаем буковку Ч. Вот эту. Вот эту буковку Ч мы сейчас сделаем. Вот эту. А Юрий Борисович, а надо вставать или можно сидеть? Ну, конечно, лучше стоя. Я сейчас покажу. Лучше стоя. Подожди, смотрите. Нь. Чи-чи-чи-чи-чи. Нь. Чи-чи-чи-чи-чи. Автомат, наконец-то. Твой любимый автомат, да? Ура! Нь. Чи-чи-чи-чи-чи. Нь. Чи-чи-чи-чи-чи. Да, Рочка, стой, работаем. Нь. Чи-чи-чи-чи-чи. Нь. Чи-чи-чи-чи-чи. Молодцы. Нь. Че-че-че-че-че. Нь. Че-че-че-че. Че-че-че-че. Молодцы. Нь. Ча-ча-ча-ча-ча. Нь. Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча. Молодцы! Ни чо-чо-чо-чо-чо. Ни чо-чо-чо-чо-чо. Молодцы. Ни чо-чо-чо-чо-чо. Ни чо-чо-чо-чо-чо. Хорошо. Дарочка, ты нас слышишь? Дара у нас... Такое впечатление, что Дара зависла у нас немножко. Ну ладно, пока без Дара. Она сейчас переподключится к нам. Зайки, первую скороговорку послушайте, пожалуйста. Смотрите. Ой, это даже не скороговорка. Это одно слово, но оно очень сложное для произношения. Послушайте. Шак-шука. Шак-шука. Я потом вы... Шак-шука. 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 Показать вам, что это такое? Шак-шука? Давайте. Сейчас покажу, дети. Шука, это шука. Это вот такая штуковина. Это не шак-шука. Вкусно. И он говорит, что это шак-шука. Это же шак-шука. Да. Шука. Это шука. Да нет, это такая яичница. Она еще говорит про человека на букву С. Там много... Дети, это такая яичница, там много зелени и томатная паста. Давайте по одному поработаем. Давайте отработаем это слово по одному. Я посылаю Ане. Аня, шак-шука. Боря, шак-шука. Кому? Кому, Анечка? Боря. Боря? Соня, это мне? Я посылаю... Нена. Ты тебе послала, а Боря? Ты Боря посылаешь? Хорошо, Боря, давай, шак-шука. Шак-шука. Я посылаю Соне, шак-шука. Я посылаю Ане, а я шак-шука. Так. Я посылаю опять Соне, шак-шука. Так. Боря, тебе. А ты мне давай. Соня. А, Соня? Извини, пожалуйста. Нет, я посылаю Боря, шак-шука. А, Анечка, тебе надо микрофон поменять, Солнышко. Я сейчас буду ничего видеть. Вот. Тебе, Зайка, тебе надо попросить папу или маму, чтобы тебе микрофончик поменяли, потому что звук не очень хороший. А сейчас слышно? Вот сейчас слышно, но все равно немножко такое, знаешь, с запозданием и с шуршанием. Так, хорошо. Теперь нормальная скороговорка. Смотрите, дети. Каркуша шила шлем для хрюши. Повторите. Каркуша шила шлем для хрюши. Каркуша шила шлем для хрюши. Каркуша шила шлем для хрюши. Все запомнили, Зайки? Нет. Давайте я еще раз скажу. Каркуша шила шлем для хрюши. Дарочка, ты вернулась к нам? Да. Прямо с нами вылетела. Я понял. Каркуша шила шлем для хрюши. Каркуша шила шлем для хрюши. Вам надо показывать каркушу или вы знаете? Я знаю. Мы знаем. А хрюшу вы знаете? Хрюшу вы знаете или нет? Да. Да, это шлем я. Сейчас. Сейчас, подождите, я вам покажу. Вот каркуша, дети. Ну, я знаю. Ну, конечно. А вот хрюша. Где хрюш? Вот. Вот хрюша. Это спокойной ночи, малыши. Ну да. И получается скороговорка, что каркуша сшила шлем для хрюши. Понятно? Кто готов показать? Усяпы, кто готов рассказать и показать? Я. Аня была рука. У Ани была первая рука. Анечка, давай. А-а-а. Я забыла, что нашел. Шлем. 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 Молодец, Анечка, молодец Пятерку тебе ставлю Мы с Бобиком тебе решили Пятерку поставить Первая пятерка Теперь кто готов еще? Я Соня, потом Дара, потом Боря Соня, включайся А мне представляться? Ребята, вы знаете, конечно, я люблю, когда вы сначала представляетесь Это будет круто, давай, давай Здравствуйте, ребята Меня зовут Соня И сегодня я вам расскажу и покажу Скореговорку Давай Какуша Как Ой, я забыла представиться Всем привет, ребята Сегодня с вами Какуша Опять Покойной ночи, малыши Шива Ой, я околелась Ой Стоп, я же игрушка Но все равно уголалась Это больно Шлем Ох, какая я мягняшка теперь Хотя это же Хрюша Я все равно Красиво Для Хрюши О, привет, ребята А где Кашкуша О, на, это тебе Шлем Шлем А, это уже 2013 шлем Который ты не шила Ну все равно Какой я красавчик О, да, пошел Тонечка Это симпатичная работа Я тебе тоже ставлю пятерку Молодец Ну-ка, давай посмотрим на Дару Дара, твоя работа Включайся Здравствуйте, ребята Меня зовут Дар Сегодня я вам расскажу И покажу Скореговорку Давай Карпуша Карр 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 Кила Шлем Ой Для Хрюши Это Это розовый Хрюшка, да? Бедная Хрюшка Розовый Что здесь Тоже Это пятерка Это очень Симпатично Вы молодцы Вообще Ребята Мне нравится Это симпатично Дара, послушай меня Сейчас, Сонечка Дара, у меня к тебе одно замечание Ты когда представляешься Ты говори нормально Здравствуйте, ребята Меня зовут Дара А то ты сейчас сказала Здравствуйте, ребята Меня зовут Дар Поняла? До конца Да Смотрим Великого Бориса Великий актер Всех времен и народов Великолепный И неподражаемый Дядя Боря Здравствуйте, ребята Меня зовут Борис Сегодня я вам Расскажу И покажу Скороговорку Ну-ка Каркуша Кар-кар-кар-кар Сила Угу Шлем Ух, какой Получился Для хрюши Для хрюши Для хрюши Ну-ка, покажи нам своего котика Дети, давайте котика Хрюша, вот это хрюша красивая Покажи нам котика Твоя белая Такая мужичка Давайте котика Покажи нам Какая красивая хрюша Смотрите, какая Дядя Боря Давай показывай Ух, вот это симпатяга А мордочку А мордочку Покажи А мордочку Видите подушку Ой Какой хороший Подушка Вот это Кот Который его мучили А у него глаза разные Дети, смотрите Видите глазки разные Это она Юль Борисович Пожалейте кота Его мучили два часа Ну ладно Видите Он правда Он когда меня увидел Он сразу испугался Это она Это она Это она Извините, пожалуйста А как ее зовут Дядя Боря? Она ее не испугалась Веста Веста? Весточка, не бойся Весточка, не бойся Я тебя поглажу Вот так Весточка, не бойся Да Круто вы погладили Ну вот так я погладил Как мог Дети Поглазь его За Юрия Борисовича Ее Точнее Я тебя погладил Как мог Извините Ну ладно Дети Возвращаемся Возвращаемся Встали Теперь делаем С буковкой Ч С буковкой Ч Вот что То же самое Что мы делали с ним Теперь вот так Ти-чи-чи-чи Поехали Ти-чи-чи-чи Молодцы Супер Ти-чи-чи-чи Ти-чи-чи-чи Гениально Ти-чи-чи-чи Отлично Ти-чи-чи-чи Поехали Хэй Ти-чи-чи-чи Молодцы Ти-чи-чи-чи Вот так Ти-чи-чи-чи 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 Дара Побольше рук Руками работает Ти-чи-чи-чи 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 Дети, супер! Работаем супер! Расскороговорка. Жадный хрюша зажарил каркушу. Жадный хрюша зажарил каркушу. А ну девочка! Жадный хрюша зажарил каркушу. Сейчас я его так жаду! Жадный хрюша зажарил каркушу. Дети, кто готов рассказать? Я вижу Аню, я вижу Аню, вижу Дару, я вижу Борю и Соню. Давайте так и сделаем. Сначала Анечка, давай. Радный хрюша зажарил каркушу. Это мое. Это тоже мое. Все мое. Зажарил? Так. Так. Чего-нибудь хочу зажать. Ясно? Пробовала. Курицу? Тоже пробовала. Курицу? Курицу? Это тоже самое. О, ну, хоть награды приготовлю. Тш-ш-ш. Каркуша. Так. Что было с ожар? Ох! Каркуша. Эй! 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 Отлично, Анечка, отлично, отлично. Это пятерка, ребят. И знаешь, что, Аня, мне понравилось? Что ты делала, включала туда в свою работу импровизацию. То есть дополнительные слова какие-то. Мне это очень нравится, это очень симпатично, Анечка. Это безоговорочно пять. Это круто. Так, теперь у меня вторая рука. Кто был? Я. Да, по-моему, Дарочка. Дарочка, вперед, поехали. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Дара. Сегодня я вам расскажу и покажу скороговорку. Давай. Жадный. Хрюша. Зажарил. Сейчас поджарим. Каркушу. Каркушечка, иди сюда. Зачем, Хрюша? Я. С яблоком. Каркуша с яблоками? Это очень смешно. Бывает утка с яблоками, да? А это каркуша с яблоками? Да. Да. Я люблю с яблоками, это мячик. Это симпатично и с юмором. Мне нравится. Это пятерка. Так, пожалуйста, Сонечка, давай. Дара, Дара, не мешай, не мешай. Дара, не мешай. Давай, Сонечка. И здравствуйте, ребята! Меня зовут Софьи. Эй, точнее, Соня. И сегодня я вам расскажу скороговорку. Да. Хрюша. Видишь, как кушать-то? Долго ее ждать-то надо. Ах, уже не могу. Что-то есть хочется. У меня жук. Боже, жук, флотик. Я тебя еще покармаю. Чего бы его покармить? Вот этим? Не. Вот этим? Не. Может, вот этим? Папочка купает. Ну, не. Может быть, вот этим? Мышка эта. Она, наверное, там. Это ползала. Может быть, пожаришь что-нибудь? Как на эти плитки это работать? Причайся, включайся, включайся. Их. О, крючки очень. Кого бы зажарить? Каркушу. О, каркуша! Точно, точно, точно. Ля-ля-ля. Все, привет! Я пришла. В общем... Ой, привет, ребята! Сегодня мы будем... Подкраскни. А где же Хрюша? Я догадываюсь, что он уже меня ждет. Сейчас он тебе точно... Эй-ля! Все, зажарить! Все, все! Мне еще хорошенько учился. Только... Как-то не хватает. Помидорчика, наверное. Или мясо. А! Перья! Забыл! Перья! Перья! Много перьев! Перья! Все! Вкуснятина! Все! Сонечка, это симпатично. Это прям целый спектакль. Безоговорочно. Конечно, жалко каркушу. У меня почему-то не получалось с ней. Но, знаете, дети, вы все круто показываете, но то, что Дара пошутила насчет яблок, то, что каркуша с яблоками, это прикольно. Это я тебе скажу. Да, круто, да, получилось? Мне понравился, как это, Аня, это, шлем. Ой, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, что такое. И мне понравилось, и мне понравилось, Анечка. Давайте посмотрим суперзвезду нашу сегодняшнюю, Бориса. Прошу вас, Борис, суперзвезда. Мне представляться... Давай. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Борис. Сегодня я вам расскажу и покажу скороговорку. Давай, Галя. Каркуша? Кар-кар-кар-кар! Зажарила? Ах, чего-то мне хочется жарить. Кушать мне хочется. А может быть, каркушу? То есть, хлюшу. Хлюшу? Дядя, ты все наоборот. Ребята, у него все наоборот. У него каркуша зажарила хрюшу. А по-моему, это как раз лучше. Так получится? Хрюша мне не жалко. Давайте хрюшу. Ну, дядя Боря, ты выбери, какой вариант тебе ближе. Ты хочешь, чтобы каркуша зажарила или чтобы каркушу зажарили? Хрюшу зажарили. Хрюшу зажарили? Да. Тогда говори. Жадная каркуша зажарила хрюшу. Жадная каркуша? Кар-кар-кар-кар! Я хочу зажарить хрюшу. Он мне уже давно мстит. Да. Хрюша, давай в огонь. С манго его пожарим. Манго вокруг. Манго, если, знаете, она невкусная, выйдет. Симпатично, дядя Борь. Я никогда манго не жарил, надо попробовать. Пап, лучше сушеная, Юрий Борисович. Сушеная, да? Ну, хорошо. Отлично. Я тоже ставлю пятерку, вообще без вопросов. Дети встали, работаем. Дети встали, работаем. Теперь, я надеюсь, вы все, кусяпы, посмотрите на меня. Я надеюсь, вы помните, что шипящие звуки произносятся наверху, зайки. Да. Вот так. За верхними зубами, только так. Я потом, вы, смотрите. Ти-щи. Ти-щи-щи. Отлично. Ти-щи. Ти-щи-щи-щи. Да, да. Ти-ща. Ти-ща. Гдеально. Ти-ща. Поехали. Ти-ща. Ти-щу. Ти-щи. Ти-щи-щи. Да. А теперь второй звук возьмем, еще один, добавочный. Смотрите. Ти-щи. Ти-щи-щи. А теперь совместим. Ти-щи. Нет, 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 не так сделаем. Сейчас, сейчас, извините, сначала отработаем, потом совместим. Ти-щи. 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 Тончик языка наверху. Ти-ща. Хорошо. Ти-що. Ти-що. Гениально. Ти-щу. Ти-щу. Да. Ти-щи. 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 А вот теперь совмещаем. Ти-щи-дь-жи. Ти-щи. Ти-щи. Ти-щи-дь-жи. 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 Активно. Ти-що. Ти-щи. Ти-щи-дь-жи. Поехали. Поехали. Хорошо, теперь посмотрите на меня. Это любимый Сонин пулемет. Поехали. Смотрите, пулемет есть. Ди-жи-жи-жи-жи-жи. Ди-жи-жи-жи-жи-жи. Да. Ди-же-же-же-же-же. Ди-же-же-же-же-же-же. Ди-жи-же-же-же-же-же. Ди-жу-жу-жу-жу. Ди-жи-жи-жи-же-же-же. Ди-жи-жи-жи-же-же-же. Ди-жи-жи-же-же-же-же. Давайте постреляем немножко. Дядя Борь, только звук включи себе. Я стреляю Ане. Я Ане стреляю. Ди-жи-жи-жи. Анечка, кому? Соне. Соне. Я Дарья. Ди-жи-жи. Я посылаю назад Соне. Ди-жи-жи-жи-же-же-жи-же-же-ж-гji-жее. Боря. Я, я, Аня, Си, Ж. Нет, дядя, дядя, Ди, Ди, Жи, Боря, еще раз. Ди, Ж. Молодец, Анечка. Я, Соня, Ди, Жи. Соня. Я, Юль Борисовичу, Ти, Ди, Жи. Соня разошлась, ребята, Соня разошлась. Она там... Я просто уже путаю слова. Ладно. Послушайте скороговорку, Кусяпы. Дара, не улетай от нас никуда. Мы здесь. Я не улетала. Вот и хорошо. Послушайте скороговорку, дети. Жаворонок и щенок чистили сапожок. Повторите. Жаворонок и щенок чистили сапожок. Я потом вы. Жаворонок и щенок чистили сапожок. Повторите. Жаворонок и щенок чистили сапожок. Жаворонок и щенок чистили сапожок. Жаворонок и щенок чистили сапожок. Дети, вот жаворонок. Вот, чтобы вы понимали, о ком речь. Это жаворонок такой? Красивый, красивый, да? Знаете, кажется, я вижу. Я вижу только ватсап. Ух ты, костюм у нас. Юрий Борисович, вы что-то там открываете, что ли? Подождите, а сейчас вы видите жаворонка? Нет, только ватсап. Одна и та же картинка, Юрий Борисович. Дети, извините, я сейчас по-другому сделаю. Извините, пожалуйста. А вот так? Да, да. Вот, видите, вот это жаворонок, посмотрите. А что у него там с дыбом? Опа, я такой, я такой красавич, потому что у меня дыбом. У него какая-то корона, да? Ага, да. Шархолот. Шархолот? Как корона. У него кеша такой же. Я могу показать. Сейчас, Усяпа, подожди, подождите. Скороговорка. Жаворонок и щенок чистили сапожок. Кто готов рассказать и показать? Я, Дара. Так, давайте, Дарочка, потом Аня. Давай, Дара, начинай. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Дара. И сегодня я вам покажу и расскажу скороговорку. Давай. Жаворонок и щенок чистили сапожок. Гениально. Пятерка. Это пятерка. Это пятерка. Анечка, ты теперь. Аня. Меня зовут Аня. Я сегодня вам покажу и расскажу скороговорку. Жаворонок чистили сапожок. Малочка. Эй, зачем вы меня пытаетесь поймать, а? Я тебе не следовая. И что? И вправо. Зачем я ее пытаюсь поймать? Чисти. Так. Пусть почистить. Подожди. А мне следует. Эх, везуха. Пусть почистить. Так. Я иду в магазин. Надо купить пупсть почистить. Вот. Махните. У вас есть? Конечно, есть. Вот набор. Ух ты. Розовый. Сколько? Тысяч. Ты че? Я не обманываюсь. Мам. Хороший план. Взять в плату собаки. Все. Отлично. Слушай, маленький спектакль. Анечка, молодец. Пятерка. Так, теперь, дорогие друзья, работает Соня. Прошу вас. Я. Соня. Так. Внимание, паника! Все, паника, подождите. Эвакуация. В общем, здравствуйте, ребята. Это я, Соня. Сегодня я вам покажу и расскажу скольговорку. И, в общем, начинаем. Жаворонок. Начинаем. Жаворонок. И щенок. И щенок. Чистили. Сейчас почистим. Стоп, я стищу свою руку. Жаворонок. Близко. Сапожок. Ага. Сонечка, понятно. Но только, я тебя прошу, у тебя иногда свет уходил. И мы тебя иногда плохо видели. Ты в следующий раз сделай так, чтобы было хорошо видно по свету. Я читала это, все время, если я отдаляюсь, то у меня вот такой свет. Если я приближаюсь, то у меня вот такой свет. Да, да. Так, смотрим великого актера, дядю Борю. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Борис. Сегодня я вам расскажу и покажу скольговорку. Давай. Жаворонок. И щенок. И щенок. Чистили. Так. Так. Поаккуратнее, жаворонок. Сапожок. Ай, меня чистят! Меня чистят! Меня чистят! Ай, меня чистят! Дядя Боря, ты все симпатичная. Соня симпатичная, Боря симпатичная. По пятерку. У них сапожок был. У них был сапожок живой. Ну, наверное. У меня не живой. Так, кусяпы встали. Делаем еще одно упражнение. И потом будут стихи, поэзии. Одно упражнение. Я потом вы. Молодцы! Да. Щи, щи, щи. Ти-щи-щи-щи-щи. Молодцы. Давайте выбросаемся. Я стреляю Ане. Я стреляю Ане. Ти-щи-щи-щи-щи. А я Даре. Ти-щи-щи-щи. Молодец. Дара. А я Соня. Ти-щи-щи-щи-щи-щи. Так, Соня. Я вам, Юрий Борисович. Ти-щи-щи-щи-щи-щи. А я Борису. Ти-щи-щи-щи-щи. А я Даре. Ти-щи-щи-щи-щи-щи. А я стреляю Ане. Ти-щи-щи-щи. Ти-щи-щи-щи-щи-щи. Так. Я Юрию Борисовичу. Ти-щи-щи-щи-щи-щи. А я стреляю Соня. Ти-щи-щи-щи-щи-щи. А я, 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 я. Я Боря. Ти-щи-щи-щи-щи-щи. А я стреляю Юрию Борисовичу. Давай. Ти-щи-щи-щи-щи-щи-щи-щи. Дети, молодцы. Тащите свои стихи. Тащите стихи. Можно я? Сейчас, сейчас, сейчас. Дождемся всех. Ладно, ребят? Тащите стихи. Тащите стихи. Тетя Соня. Тетя Соня, сделай только так, чтобы тебя было видно хорошо. Ладно, тетя Соня? Плохо видно? Вот, вот, вот. Сейчас ты можешь какого-нибудь найти интересного. И ждем дядю Борю, пока дядя Боря придет. Я нашла, только она будет длинным. Сейчас, сейчас, подожди, Аня, что? Можно, когда я буду читать, я включу видео, чтобы вы меня слышали. Да, правильно, Анечка, хорошо, конечно, конечно. Сейчас, я все вижу, сейчас мы дождемся Борю. Он, наверное, пошел, вот он, пришел. Кто хочет начать, дети? Я. Давайте дадим, давайте дадим Соне слово, потому что она так кричала, что я боюсь, что она с ума сойдет. Давай. В общем, здравствуйте, ребята, меня зовут Соня. И сегодня я вам прочитаю стихотворение, только не простое, а по-французски. Круто. Тетя, ну что я понял? Я понял. Сонечка, давай медленно-медленно, ладно? А потом ты нам его по-русски перескажешь. Давай, медленно. А я его не могу пересказать, я не знаю, как его пересказать. Ну, там слова, ты понимаешь, какие там? Немножечко, да, а немножечко нет. Шерше ля фам, шерше ля фам, шерше ля фам, ку-ку-ку-ку. Давай, читай медленно, медленно читай. Ля и аля, леван шантон, деши де ля, во си ле тонк. Ле тэм депон, ле тонк эля, ля и аля. Про что это, Сонечка? Это все про осень. Так. Ладно, подумай пока, подумай пока. У тебя одно сегодня стихотворение? Да, у меня сегодня одно, это вот это по фраздски. Зайка, ну, надо вообще, когда читаешь на другом языке, конечно, надо предварительно для себя его перевести. Я не знаю, я его очень давно-давно-давно-давно-давно-давно учила. Да, да. Это было в этом году, только в самом-самом начале, в сентябре. Ну, всегда надо иностранную поэзию, ну и прозу тоже, прежде чем читать, конечно, ее надо понять на русском, Зайка. Поэтому ты сейчас посиди немножко подумай. Так, мы послушаем Анечку. Давай, Анечка, вступай в работу. Потом Дара, потом Дара. Сейчас, я выключу видео. Да, окей. Сергей Есенин, береза. Белая береза под моим окном, Принакрылась снегом, точно серебром. На пушистых ветках, снежную каймой, Распустились кисти белой бутарамной. И стоит береза в солной тишине, И горят снежинки в золотом огне. А зря из нива, обходя кругом, Обсыпая ветки новым серебром. Анечка, это круто. А ты можешь двумя словами пересказать, Что там в этом произведении, Что там происходит, кто герои? Там под окном автора растет береза, И она покрылась снегом, точно серебром. На юге распустились кисти белой бахромой, И она стоит в тишине, И горят снежинки в огне, в золотом огне. А снежинки на солнышке горят? Ну, а не светлая, Солнце, а типа заря, она не мива, ну, это, так, буря, Лива, обступая ветки березы, Ну, новым снегом, серебром. Хорошо, я понял, Анечка. Покажи личико. Юль, читай, покажи личико. Анечка, тебе маленькое замечание. Я у тебя уже не первый раз слышу такие слова, ну, типа, вроде, мне это не нравится. Мне эти слова, типа, вот особенно типа, вот это какая-то катастрофа. Дети, это для всех, говорю. Это слова-паразиты, убирайте их из своего лексикона. Договорились? Да. А то я тоже так буду говорить. А если ты скажешь, ну, не знаю. Это пожалуйста. А то я тоже с вами буду говорить, ну, типа, чуваки, вы типа, чё? Вы типа, припухли там все? Это как? Чё? Я буду говорить, чё? Чуваки, типа. Вы типа, чё, чуваки? Какой кошмар будет. Ладно, дети. Давайте мы речь русскую не будем засорять, пожалуйста. Так, мы слушаем Дару. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Дар. Сегодня я вам прочитаю стихотворение. Прошу вас. Владимир Орлов. Цветное молоко. Как-то летом в пол второго точно вспомнить не могу. Миша встретилась с коровом возле речки на лугу. Вы корова? Я корова. Я не ждал от вас такого. Очень мило. Очень мило. Чем я вам не угодила? Вы цветы жуёте летом. Но, однако же, при этом, не цветного молока не давали вы пока. И ответила корова. Ну, и что же здесь такого? Вам цветное молоко? Это просто и легко. Принесу. Даю вам слово. И пошла пастись корова. Не теряя ни минутки возле речки. Целый час ела только незабудки, чтобы выполнить заказ. Ела-ела, ела-ела и вздохнула. Плохо дело. Ничего не помогло. Молоко белым-белом. Да, корова промычала. Нужно всё начать сначала. И до вечера. А в рашке ела жёлтые ромашки. Ела-ела, ела-ела и вздохнула. Плохо дело. Ничего не помогло. Молоко белым-белом. Видно, что-то здесь не так. Нужно кушать красный мак. Маку красного поела. И вздохнула. Плохо дело. Ничего не помогло. Молоко белым-белом. Опечалилась корова. Я, наверное, нездоровая. Не пойти мне к врачу. Я провериться хочу. Что ты, милая корова. Ты у нас вполне здорова. Никуда ты не ходи. Ты на мишку погляди. Как у нашего Мишутки. Гваски словно незабудки. Золотистые. Прошла по молоку. Ну-ка, во-первых... Почему она корова, если она корова? Сейчас, тетенька. Тетя Соня, укоманись немножко. Дай дядя поработает. Дарочка, во-первых, ты круто прочла. Это было громко и четко. Но ты не услышала мое замечание предыдущее. Ты пока представляешься не Дара, а ты представляешься Дар. Даря, я сказала. А ты не стесняйся. Ты говори, здравствуйте, ребята, меня зовут Дара. Не стесняйся, ладно, зайка? Я так и сказала. Нет, тетя, у меня запись есть. Я тебе покажу на записи, как ты сказала. Что ты? Ну-ка, а теперь перескажи это стихотворение простыми словами, зайка. Это стихотворение было про корову и Мишутку. Мишутка, Мишутке встретилась с коровой. И он хотел, чтобы она ему дала цветное молоко, потому что она ест разные, при разного цвета цветы. Так. И корова три раза ходила пастись. Она ела незабудки, ромашки. И она ела красный мак. Но у нее молоко было все равно белым. Потом она пошла к доктору, и ей доктор сказал, что она здорова, а Мишутка, это не Мишутка, а букет. И корова обрадовалась, что она и вправде здорова. Ну, круто, Дара. Вот я хочу... Дети, обратите внимание. Мы сегодня должны Дару выделить как образец. Она и прочла произведение, а потом очень грамотно пересказала. Очень грамотно по делу. Поэтому, конечно, я тебе ставлю две пятерки, Дара, за эту работу. Это очень хорошо. И мало того, что ты прочла замечательно, мне понравилось, что ты пересказала очень точно. Дети, вот так нам всем надо учиться пересказывать. Дара, молодец. Мы переходим к Борису, супергерою, суперактеру, суперзвезде. И вообще, вообще, вообще. Прошу вас, Борис. Сводение называется Синева. Синева, дядя, ку-ку. Не синева, а синева. Человечек, крошка... Подожди, подожди, суперактер, дядя Боря. Синева – это я сказал. А теперь ты скажи. Присказание называется Синева. Хорошо. Человечек, крошка, выглянул в окошко. Посмотри, какого над... Какого над... Домами синего... 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 Облака хороши. И им ручкой... Помаши. Ну-ка, давай еще раз. Дядя, давай еще раз. Медленно, медленно. И вместе со мной. Давай, пожалуйста. Еще раз. Человечек, крошка, выглянул в окошко. Молодец. Посмотри, какого над... Домами синего... Синего... Высоко... Синего... Облака... 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 Хороши... Ты им ручкой... Помаши. Дядя Борь, давай я сейчас найду. Как называется стихотворение? Синева, да? Да. Я сейчас найду в интернете, и тогда я тебе смогу получше помочь. Сейчас. А кто автор? Дядя Борь, подскажи мне, пожалуйста, кто автор? Автора я не знаю. Ну, там у тебя на книжке написано. Автор этой книжки? Ну, конечно. Маша Руласова. Маша Рукасова. Маша Рукасова, да? Да. Сейчас. Рукасова. Маша Рукасова. Рукасова. А, Рукасова. Понял, спасибо. Сейчас найду. Ой. Я люблю тебя, крапива. Я люблю тебя, крапива! Сейчас, подожди. Я не надеюсь у тебя, крапива. Можно было сказать, да? Дядя Борь. А точно называется стихотворение «Синева»? «Синева». Да, точно. «Синева» так «синева». Все понятно с ней. Когда? Сейчас попробую найти. О, Кирилл Борисович, я придумал ритму. «Синева» так «синева». Все понятно с ней. Когда? Да. Так. Дядя Боря, вот послушай, я нашел. Дети, меня видно? Да. Да. Дети, вот я нашел это стихотворение. Человек, крошка, выгляни в окошко. Посмотри, какова над домами синева. Синева, высока. В синеве облака. А, нет, неправильно, извините. Синева, высока. А, в синеве облака. Облака хороши, ты им ручкой помаши. Ну-ка, дядя Боря, давай, читай первую строчку. Человечек, крошка. Молодец. Вторую. Выглянул в окошко. Молодец. Дальше. Посмотри. Посмотри, какова. Нет, 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 посмотри, какова, какова, вот так. Посмотри, какова. Над домами синева. Синева, высока. Э, э, ты слышишь меня, дядь? Почему я за тебя читаю? Ты должен повторять. Дядя Боря, еще раз. Посмотри, какова над домами синева. Ну-ка, сделай. Посмотри, какова над домами синева. Вот сейчас правильно. Теперь я. Синева, высока. Теперь ты. Синева, высока. Гениально. В синеве облака. Теперь ты. В синеве облака. Облака хороши, ты им ручкой помаши. Давай. Облака хороши, ты им ручкой помаши. Дядя Боря, сейчас попонятнее немножко стало? Да. Понял, да, немножко? Разобрали. Дети, какое стихотворение вам прочесть? Я сегодня взрослая. Взрослая вам читать не буду. Просчитай, какое ему детское. Я хочу детское вам, но у меня есть Даниил Хармс. Соня, ты не балуйся с демонстрацией экрана. Ну-ка, останови, пожалуйста. Я пытаюсь. Ну, да, да. Молодец. Ребята, не надо с этим баловаться. У меня есть одно стихотворение Даниила Хармса детское, а второе есть Саши Черного. Вы какое выбираете? Саша Черный. Саша Черный? Саша Черный. Саша Черный. Ну, договорились. Я тогда сейчас вам его прочту. Сейчас, ребята. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот. Оно прикольное, оно очень симпатичное. Знаете, как называется? Про девочку, которая нашла своего Мишку. Мишка, Мишка, как не стыдно. Вылезай из-под комода. Ты меня не любишь, видно. Это что еще за мода? Как ты смел удрать без спроса? На кого ты стал похож? На несчастного барбоса, за которым гнался еж. Весь в пылинках, в паутинках, со скорлупкой на носу. Так рисуют на картинках, только чертика в лесу. Целый день тебя искала. В детской, в кухне, в кладовой. Слезы локтем вытирала. И качала головой. В коридоре полетела. Вот царапка на губе. Хочешь супу? Я не ела. Все оставила тебе. Мишка, Миш, мохнатый Мишка, мой лохматенький малыш. Жили-были кот да мышка. Не шалили. Слышишь, Миш? Извинись. Скажи, не буду. Под комоды залезать. Я куплю тебе верблюда и зеленую кровать. Самый мой любимый бантик повяжу тебе на грудь. Будешь милой. Будешь франтик. Только ты послушным будь. Что молчишь? Возьмем-ка щетку. Надо все соринки снять. Чтоб скорее тебя, уродку, я могла расцеловать. Уродку! Дети, вы мне скажите, а это стихотворение кто-нибудь понял? Я! Я поняла! Я поняла! Я-я-я-я-я! Так, тетя Аня, я тебя не вижу. Чего с тобой? А это стихотворение вам понятно было немножко? Да! Поднимите руку, кто может два слова сказать, чтобы вы поняли. Ну-ка, тетя Аня, скажи. Ну, то, что там девочка искала везде низкую, а он за комодом оказался. И она искала, говорила, что белый дом, а она искала, искала. Как тебе такое не стыдно, что ты такой, зарез под комод, и сидит. Ну, отлично, отлично. Ну, хорошо, ребят, этого достаточно. Это нормально. Это нормально. Мне можно? Ну, скажи, тетя Соня. Можно я могу? А я хотела сказать то, что там Мишка залез под комод, и она такая, вылезай, я тебе это, я тебе то, я тебе это, я тебе бантик подам, свой любимый, только вылезай из такомода. Так, ну-ка, скажи, Сонечка. Нет, не Сонечка сказала, скажи, Дарочка. Я поняла, что в этом стихотворении девочка сначала искала Мишки, а потом она говорила, что она может много что сделать, только пусть он вылезет из-под комода. Правильно. Дядя Боря, что ты понял? Я понял, что Мишка этот был под комодом, а девочка его искала, и он нашелся. И девочка сказала, что она ему может очень много бы сделать, и помыть, и дать любимый бантик, и накормить. Дети, тащите пробки, мы сейчас сделаем несколько упражнений с пробкой, а потом будет чай со сладким. Чай! А где моя пробка? Я ее куда-то делал. Где моя пробка? Соня, в порядке? Сонечка, ты где? Ты расстроилась из-за пробки? И ты ее ищешь. Сейчас, я надеюсь, появится. Соня! Соня! Соня, ну, иди к нам! А что случилось, дети? Что я пропустил? Куда Соня делась? По-моему, у Сони потерялась пробка. Ты не бойся, Соня, найдете? Ну, Сонечка, сегодня можно без пробки, если ты ее потерял. Не переживай, ладно? Соня! Соня! Секунду! Ура! Нашлась! Нашлась! Ура! Дети, я потом, вы, внимание, стоя! И началась, я была внизу. Им-бом-ки-ли-бом. Поехали. Бим-бом-ки-ли-бом. Бим-бом-ки-ли-бом. Пробочку вынули по одному. Я в Бориса. Я стреляю в Бориса. Бим-бом-ки-ли-бом. Я посылаю Ане. Бим-бом-ки-ли-бом. Я посылаю Соне. Бим-бом-ки-ли-бом. А я посылаю Юрию Борисовичу. Бим-бом-ки-ли-бом. А я Ане посылаю. Бим-бом-ки-ли-бом. Соня. Бим-бом-ки-ли-бом. Соня? Смотришь, я посылаю Дарья, бим-бом-тили-бом. Так. Я посылаю Борю, бим-бом-тили-бом. Так. Я посылаю Юрию Борисовичу, бим-бом-тили-бом. Ну, достаточно, ребят. Тащите сладкое, будем выступать. Все. Сейчас. Так, сначала нужно найти. Ищем, 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 ищем. Вот. Так, Анечка, вижу тебя, что ты готова. Аню, вижу. Ждем ребят, ждем ребят. Я жду готова. Да-да-да, я жду всех, не переживайте. Можно я первая буду? Можно, Анечка. Пусть не будет. Пусть ты первая. Не проблема у тебя. Юрий Борисович, чай не готов, поэтому я буду ждать чай. Ну, ты знаешь, мы сейчас пока будем работать, у тебя чай приготовится, и ты возьмешь. Спокойно. Так, ребята, слушай, Анечка, вперед, давай. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Аня, и сегодня я вам расскажу стихотворение. Не торопись. Сейчас мне мама чай получает. Хорошо. Анечка, и ты знаешь, и ты тогда видео выключи, ладно? Ладно, сейчас. Слышно? Да, слышно. Да, ладно. Во мне сидят два голоса. Во мне сидят два голоса. И ссорятся в полголоса. Один кричит. Я молодец, с гори скатился, наконец. Другой ворчит. Какой герой! Он горочку назвал горой. Один кричит. Я просто гений. Я прочитал большой рассказ. Другой ворчит. По части ени ты точно гений. В самый раз. Один кричит на перебой. Один все время ссорится. Один хвостунь. Ну, а другой, наверное, голос совести. Круто. Во-первых, Анечка, во-первых, очень хорошая поэзия. Она такая, она осмысленная. Мне очень понравилась. Во-вторых, я все слова понял. Так что ты молодец. Жалко, что у тебя видео со звуком не совмещалось. Это мы переживаем. Но ты прочла очень прилично. Я даже не видя тебя, я представлял, как ты читаешь. Это хорошо. Молодец. Ань, берез ласки. Так, теперь кто у меня? Я. Теперь послушаем Дару. Дару, не торопись. Потом, потом Соня, потом дядя Боря. Без спешки, дети. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Дара. Сегодня я вам расскажу стихотворение, которое называется «Школьнику на память». Те, кто в школу опоздал, она не станет ждать. Хоть и без колес устроен класс, он далеко уйдет за час. Ты не должен оставлять дома книжку и тетрадь. Парта — это не кровать, и нельзя на ней лежать. Ты сиди за партой стройно и веди себя достойно. На уроках не болтай, как заморский попугай. Аплодисменты. Вот сейчас ты представилась правильно, наконец. Вот сейчас ты правильно представилась, Дара. Но я тебе... Ой, это что у тебя там, бокал какой-то? Да. Ты давай чай. Давай чай наливай себе со сладким. Дарочка, покажись, я тебе скажу два слова и переключусь на Соню. Сейчас. Сейчас, что я сейчас здесь. Вот, солнышко. Мне все понравилось, все это гениально, талантливо, круто, круто, круто. Но мы с тобой должны потихонечку учиться делать паузы во время чтения. Это когда паузы осмысленные. Это не когда ты говоришь от начала до конца в одной структуре. Пам-парабам-парабам-пам-пам. А когда ты делаешь так. Пам-парабам-пауза. Пара-бам-пам-пам-пауза. Пара-бам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пауза. Парабам-пам-пам-пам-пам-пам-чук-чук-чук-чук-чук-бек. Пауза. Понимаешь? Но это на будущее. Это высший пилотаж. Потихонечку просто в голову положи, а со временем поймешь. Молодец. Так, мы слушаем тетю Соню. Мне начинать? Начинай! Здравствуйте, ребята, меня зовут Соня, и сегодня я вам покажу французские забавы. Французские забавы, прошу вас. Да, в общем, первая забава. Это первая забава. Подожди, Солнышко, подожди, это пантомима? Ой, ях, да. Так. Вторая забава. Мне, пожалуйста, багет на первое, а на второе макароны. Болоньезе, пожалуйста. В общем, так. Ммм, вкусненько, ммм, вкуснятина просто. Третье. Ма, Боньезе, обожаю говорить на своем языке. Обожаю говорить на своем языке. Вообще, хорошо говорю на своем языке. Мой язык самый лучший, потому что мой язык – это мой язык, а все остальные – это чужие. Фу. Конец. Ну, а теперь, теперь ты эти забавы можешь перечислить? Вот первая забава – это про что, Зайка? Первая забава – это… я не помню, как это называется. Фантомима. Да, по-моему, там минимума, да. Вторая – это французы обожают есть, что все сделано из хлеба, и сам хлеб, багет всякий. Он обожает это есть. И они все обожают. А в-третьих, они всегда говорят на своем языке. Бывают те, которые учат другие языки, но обычно все свой язык любят и не учат. Ну, это нормально. Так. Все? У тебя все? Да, у меня все. Отлично. Спасибо, Сонечка. Спасибо. Это круто. Это такие импровизации, тюдики. Это круто. У нас теперь… О, у тебя конфетка там? Ням-ням? Теперь выдающийся артист современности Борис. Что вы нам представите сегодня, дядя Боря? Здравствуйте, ребята. Меня зовут Борис. Сегодня я вам сыграю на глюкофоне. Прошу вас. Прошу вас. Круто. Это аплодисменты, ребята. Это аплодисменты. И вообще здорово. Если у вас какие-то есть музыкальные инструменты, вы в следующий раз можете притащить. Ладно? Дети, ну мы сегодня прошли всю программу. У меня еще пианино есть. Что у тебя еще есть? Пианино. Так. И что? Будешь играть нам? Ну да, сыграю. Ну-ка давай, послушаем. Потом. В следующий раз. Хорошо. Ребята, мы сегодня с вами всю программу прошли. Мне занятие очень понравилось. А вам? И мне. И вам понравилось? Ну, слава богу. Я вас люблю, целую. Мы с моим помощником... Мы с моим помощником с вами прощаемся. Это мой помощник Бобик, дети. Всего вам доброго. Всего вам доброго. Умечения с Тархуном. Хорошо. Всего вам доброго. Как его зовут? Пока, ребята. Это Бобик. Это Бобик. Пока, Бобик. До свидания. А это Тархун. Всего доброго, дети. А это Тархун. Пока. Пока-пока, Кусяпочки. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok